Добрый вечер. Ну, без камер давайте, что ли сделать? Может быть, еще раз перед вами? Да, куда у нас? Больше девяти не тянет. Давайте помолимся, может быть, потянет. Раз, два, три. Молимся. ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЕТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Господи, благослови нас на предстоящие занятия. Не дай уклониться ни направо, ни налево от истинного понимания о слове Священного Писания. Прибудь с нами в этот вечер. Слава Тебе, честь и поклонение Отец и Святой. Итак, по милости Божьей, мы закончили 18 главу на первом занятии Деяния свящих апостолов. Напомню, о чем мы закончили. Как рассказали о том, как некто иудей именем Аполлос, Зная только крещение Иоаннова, начал смело говорить в синагоге, но антиловик послушали, или точнее объяснили ему путь Господень. И вот этот Аполлос, он содействовал много тем, что сильно опровергал иудеев, и народно доказывая писаниями, что Иисус есть Христос. И вот и Блаженный Фессилакт говорит об обличении на основании Писания, и вот Иисус Тихонович в комментарии приводит множество ссылок на то, что православный христианин должен уметь обличать, и не просто обличать, а на основании Писаний, и рассуждали, чем же обличение отличается, как любят на обличение, некоторые отвечают, да вы не судите, да не судимы будете, что выводит от нас. Тут судите, кто вы такие. Однако, вот слово Божий нам говорит, что нужно друг друга обличать, выявлять эти недостатки наружу. Вот, ну и вот 19-я глава, она как бы идет, продолжает вот эту тему. Итак, с первого по пятый стих. А вопрос можно. Вот это, разница между осуждением и обличением, вот мы должны понимать сами-то для себя, если мы кого-то обличаем? Конечно, да. В первую очередь, сами для себя и должны понимать, с какой целью мы это делаем. Укорить человека, унизить, либо возмущить, либо избавить от грехов, но не всегда тот человек, которого мы обличаем, правильно реагирует. Но это уже другой вопрос. На небе демоны, одна треть восстали, какие они недостатки, вы где-то нашли, да ему и нет недостатков. Однако, они на него клеветали, одна треть ангелов пошла в сеструной. На небе была война, и он незерный был. И вот у нас сейчас идет духовная война, начинаешь человека обличать. Если он мудрый, ты вскоре станешь ему другом, потому что он понимает, что ты хочешь ему исправить. Ну это да, дай мудрому вину, это понятно, это не надо, вода, что мокрая, мы знаем. Дай мудрому вину, мудрейше будете, будет, а нечестивый. Это понятно, да, мы помним. А вот сейчас давай порассуждаем, что же такое осуждение, и в чем грех осуждения, чтобы нам тоже было понятно, чтобы самим этот грех не вляпался. А то можно так обличать всех, направо-налево, а при нас в своем глазе-то не замечательно. Да, да, вот укорительного суда не произнести, как это самое. Да, но после проповедования другим самому будет не остаться недостойным. То есть в первую очередь начни с себя себя очисти. Вынь прежде бревно из своего глаза, а потом узнаешь как. То есть, когда ты над собой работаешь, и вот эти вот знания тебе помогают уже и других исправлять. когда начинаешь не со себя, а с других, то получается уже не критика, а критиканство. То есть, предлагаю, как бы, как, есть такая поговорка, предлагаю, а критикуя предлагай. То есть, и вот, когда начинаешь другим говорить, вот часто, вот Игорь Тихонович, а что ты все о себе расскажешь? То есть он критикую, предлагает. Вот я критикую, что вы не проповедуете, а я вот проповедую. А вот ты вот все о себе о себе, ну а что о себе рассказываешь? Ну ты вот как выучит. А он говорит, а мне вот не дано, а вот вам вот дано. Да всем дано, просто вы ленитесь. А вот можно я скажу свое скудоумное мнение? Просто чем отличается вот осуждение от обличения? То, что обличение, оно должно основываться на чем-то, на священном писании. Совершенно верно. Вот, например, если я осуждаю, это основано, может быть, на моем личном мнении, на моем личном восприятии. А если я вот показываю, тыкаю носом священное писание, это уже обличение. А вот если мне не нравится, там, например, ну, что-то происходит, то это может быть и осуждением. Вот как бы, вот так. Нет, я температуру подняла, а я просто сюда уже еще раз. Что-то там что-то происходит, да? Ну, у Владимира, по-моему, там какие-то разговоры. Ну, да, спасибо, Господи. Я вот так вот. Своё мнение высказал, вот такое. Ну, вполне справедливо. Конечно, думая, думая, что ты исправляешь человека, не опираясь на священное писание, ты можешь погибель дообличать, так? Хотя, вот, например, как бы, есть такой Андрей Ткачев, про Таирей, гарный. Он там много говорит, иногда даже интересное, там, отдельные, эти, которые могут быть интересны, вот священное писание он толкнул. Ну, вот он вышел поздравить с Рождеством. И для меня достаточно. Я только посмотрел, как он крестится, он осенил себя крестом, да, ну, это не назовешь, если я знаю, на меня. И всё, я говорю, ну, сразу до свидания, батюшка, всё. Что бы ты ни говорил, я не могу принять. Ну, просто, ну, верующий человек, который верует на Рейс на Христа, не будет изгаляться над крестным знамением. Всё. Прости меня, Господи. Ну, не знаю, осуждение это, или рассуждение, или моё уже вот такое вот призятое восприятие к таким людям, которые крестятся, налагают на себя крестным знамением неправильно. Не знаю. Может, я и виноват, может, осуждаю. Вот. Ну, на основании священноописания только как бы могу сказать, что кто с непряжением относится к делу Божию, не знаю, как относится, не относится в этом вопросе. Или, например, как бы мы имеем жертвенника, который не могут питаться служащие из кини, а ты этот жертвенник как бы, ну, не при... ну, так вот не сгаляешься над ним, можно сказать, так вот делай, на отвяжитесь. Вот нужно крестное знамение показать, что я делаю. Ну, вот я вот что-то подобное мотнул рукой, там, и отвяжитесь. Я уже как бы верующий. Может, не знаю, может, он и прав, там, вот, прости, не знаю. в таких случаях, где осуждение, а где обличение, может быть. вот, вот ты, вот ты, ты как его осудил-то? Ты ему сказал, что он... А как я могу осудить, я видел в Ютубе, просто нет, мне неприятно это самому, и вот, как бы, я, нет, конечно бы, я на исповеди каялся, как бы, вот я смотрю, священники на себя кладут небрежные, ну, небрежные крестные знания и вот мне уже от этого неприятно, я людей воспринимаю по-другому. Ну, вот такой вот у меня есть грех мой, что я начинаю осуждать. Ну, я в этом вот так вот каялся. А обличать-то, ну, я могу только, от священников я далеко, я могу мирянина обличить, научить, если кто там от священников я очень далеко отстаю. Мое место... Ну, вот, хотелось бы мнение Игнатия Тихоновича услышать на этот счет. Человек осудил священника, ну, вот таким вот, как вот Сергей Ильин образом, он не сказал ему ничего, просто у него внутри вот все так вот перевернулось к этому человеку. Действительно, крестное знамение, это наше оружие христиан. И вот, все священники, он вот так вот к нему небрежно относится. Он ему ничего не сказал, он ему не обличил, но считает, что он его осудил тем самым, что внутри у него все вот так вот воспламенилось и вознегодовалось. Грех ли или все нормально и не нужно себя корить за это, а наоборот. сейчас занятие идут по деяниям апостола, давайте по порядку, а вот это, через час занятия этот вопрос подняли. Я тоже хотел ответить. Даже ничего не прочитали фактически, давайте дальше. Сергей отвечает правильно, у него большие знания, к нему надо прислушиваться. Хорошо, с 1 по 5 стихи, 19 глава. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Эфес и найдя там некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой? Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, во Иоаннного крещения. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нём, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. Толкование. Эти, не знавшие даже того, что есть Дух Святой, много отличались от прочих учеников. Потому что из следующих слов, дав грядущего по нём веруют, видно, что они не веровали и во Христа. Не сказал, что крещение Иоаннова ничто, но что оно несовершенно. Как же они, будучи в Уфессе, приняли крещение Иоаннова? Быть может, они путешествовали в то время в Иерусалим и возвратились оттуда, не получив даже сведения о Христе. «Не говорит им, веруете вы во Иисуса». Павел знал, что они не имели Духа Святого, но у него является желание сказать так, чтобы, узнав, чего они лишаются, они сами потребовали этого. Пожалуйста, вам слово, у кого есть желание по поводу этого. Если нет, идем дальше. Сергей Евгений, 6-7 стихи тогда. Читайте. «И когда Павел возложил на них руки, не шел на них Дух Святой, а они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех их было человек около 12-ти. Не видели Духа, потому что Он невидим. Но некоторые подлежащие чувствам доказательства Ему присутствия представлял дар языков. Один говорил по-персидски, другой по-римски, третий на каком-либо ином языке. И по внешним признакам видно было, что в каждом говорит Дух. Дух с большой буквы. Идем дальше. Придя в синагогу, он небоязненно проповедовал три месяца, беседуя и удостоверяя о Царстве Божьем поколением. Подвергал себя опасностям или стал говорить, выделено жирным и подчеркнутым, еще яснее, не затеняя своего учения. Посмотрите, везде Павел проникает в синагоги, всегда выходит одинаково, так как всюду желал воспользоваться случаем. Комментарии Игнатия Лапкина на слова Блаженного Игнатия Лапкина стал говорить. Итак, комментарии. Апостол Павел обращается ко всем без исключения и говорит 1 Користина 4.16 Подражайте мне, как я Христу. Какое бы известие мы не получили сегодня о передвижении по стране патриарха и архиерея, всюду и везде пишут об этом совершенно одинаково. Совершил божественную литургию, заложил, осветил, были встречи с местным руководством и тому подобное. Кто может припомнить за всю историю православной церкви, чтобы священнослужители поступали иначе. А нужно бы, подражая апостолу Павлу, делать так. Патриарх, архиерея и священники стали говорить, не затеняя своего учения. Они должны выходить под кровь молитвенных домов сектантов, иноверцев, в дома и клубы безбожников, государственных учреждений и всюду говорить, не затеняя своего учения. Только тогда православная вера будет похожа на апостольскую. Только тогда деятельность священнослужителей будет похожа на деятельность, как говорит Иоанн Златоуст, жалуясь на своих безмолвных, немых прихожан, говоря, что он один ничего не успеет, если его прихожане, слушатели не понесут его слово дальше. Наша вера будет спасительной и воистину православной только тогда, когда мы всюду будем говорить о любви Христа, о его крестных страданиях и воскресении, не затеняя своего учения. Смотри, пока. В противном случае любая вера, не похожая на апостольскую есть лжевера, и в которой никто не спасется. Ну, за это вы и ответите, Игнать Тихонович, как там выпить, говорится. У них веру православную опять вытянет такое. Пожалуйста, комментируйте. В комментариях тут сказано. Я вопрос сразу хотел задать. А почему проходите именно Деяния Апостолов, а не другую книгу Святой Библии? Ну, Дух Святой не подсказал, что нужно Деяния Апостолов начать. Понятно. Дело в том, что самая спорная книга Деяния Апостолов, потому что когда мы читаем Евангелие, Христос родился, ну, а родился мы по-другому это видим, как, где-то там, ну, по-другому. Ни ангелы не поют, ни пастухи к нам не придут. А здесь конкретно Деяния Апостолов. Иоанн Златоуст говорит, книга-то названа как бы не так. Ее нужно назвать было Деяние Святого Духа. Иоанн Златоуст мог из самого малого выжить такое, объяснить, почему называется Деяние Апостолов. Это шесть проповедей полновесных. Я занимался специально им, насчитывал все 12 томов и нашел, что проповедь у него была в среднем 37 минут, от 30 до 37 минут. Я по буквам все высчитывал, как говорил, растягивал нет речи, сколько букв по-гречески. И вот Деяние Апостолов это книга, которая показывает особенно в действии, кто мы такие. Я сейчас немножко вернусь пояснить это. Вот он говорит, пришел и спросил, приняли ли Духа Святого. Знаете, я не могу ручаться, но думаю, что в русской церкви православной за тысячу лет никто никого не спрашивает об этом. А это спрашивает должен высший низшего и низший высшего. Они о чем угодно будут рассказывать, о встречах. Возьмите речь патриарха. Тут не судим, просто рассматриваем и он задачу какую говорил, не затеняя учения Христа, что он умер за нас. Нигде ни одной речи патриарха об этом нет. Вообще нет. Говорит Алфеев или кто-то вообще этого нет. Не просто нет. И вот выступает Ярл Пести, протестантский радиопроповедник. Каждая проповедь, а их набралось допустим две тысячи проповедей у него. Там собирал один человек этот. И ни одной проповеди нет, чтобы она от начала до конца не была пропитана этим, чтобы люди покаялись, не затеняя ничего. Прямо местописание его разъясняет протестант. Так нельзя было не возникнуть этому протестантизму, если мы это упустили. А у нас что? Принял ли ты Духа Святого? Вот я разговариваю допустим со священником. Я вижу он такую несет ахинею. Столько мекины пускает, но сказать нельзя. Я вижу он очень обидчивый. его тронуть нельзя. Сейчас кто-то ко мне начнет привязываться. А вы про меня говорили. Я не называю ни места, я не с одним же беседой встречаюсь, лично встречаюсь. и они как же тогда я другому помазал печать Дара Духа Святого, печать Дара Духа Святого. Никакого дара нету. Какой человек был, вышел и тут буквально сразу закурил. Вот Амброси Юрасов. Очень известный архимандрит. Очень известный. За ним как КГБ гонялось, как голос Америки передавал. Он ко мне приезжал несколько раз в Иваново. Город Иваново. Очень говорит все таки я уговорил племянника чтобы принял крещение. Я говорю и как? Ну как? Он только меня спросил а долго ли это будет? Ну я сказал так минут 15 Он вот так вот этот окурок то свой бросил ну давай скорее иначе вот этот промежуток я могу не уложиться я прямо там в воде начал курить и он показывает как он хватает ну как докуривает когда последнюю победу это говорит знаменитый очень известный архимандрит и тех кого они называют известным они все такие почему да дух то святой то отсутствует вот у меня было сколько раз человек потом увидит что не так он меня клемил позорил там жаловался там патриархию везде а потом узнал не так искренне раскаивается священник простите я не знал я вот так говорил прям со слезами я я согласен ты не знал но дух то святой знал или нет ты стоял в алтаре у престола поднимал руки где дух то святой почему он тебе не подсказал то что не так ты не просто говорил плохо а ты умышленно лгал людей натравлял чтобы кто-то из общины ушел цель такая была ну да но дух то святой где послание кримин 8 глава 9 стих кто духа Христова не имеет тот не его я говорил это проповедь в Москве у отца Кирилла Сахарова сколько подходили а как узнать во мне дух святой или нет или кто-то должен мне подсказать или я сам должен определять или кто-то скажет ты совсем бездуховный вот сейчас Сергей Ильин и говорит вот я посмотрел как там Андрей Ткачев говорит его там прижали он там призывал не к тому на Украине то он бежал вот мое отношение какое я ничего не разбираю внутренним духом я его первый раз услышал услышал совсем немного говорит правильно хорошо поставленная речь но у меня внутри как от большого холода все сжалось это говорит он не свое он не такой я о нем ничего не знаю плохого ничего я только вижу как в храме он служит и видел как он крестится но я тогда этого не видел я только услышал у него митро он заслуженный я ничего не могу с собой сделать я брать и сразу сказал помолиться надо я его никак не могу осуждать я его не знаю я говорю о внутреннем и имею право сказать о внутреннем и это уже не один Сергей говорит но говорит только тот кто имеет духа святого я так понимаю иначе бы это не сказал а чем это объяснить он сам решит пускай я не знаю но то они спросили приняли ли вы духа святого начинаешь говорить человеком видно он бездуховный он говорит слова мертвые они ему не принадлежат они не прошли через душу его вот об этом надо заботиться почему деяния апостола вы сейчас проходите это очень хорошо мы проходили все 28 глав отдельно тоже проходили мы не нашли буквально ни одного места которое сошлось бы с сегодняшним слово боже живые действия надо перетянуть на сегодняшние дни иначе зачем нам это знать зачем и мы видим что мы не такие нас не спрашивают и никто не заботится даже кто меня хвалит митрополит стоим вместе в алтаре и он вопрос этот не задает а другой поносит тоже не задает мы должны позаботиться вот наши родные близкие а принял ли он духа святого спроси его если ты видишь если ты сам получил духа святого где дух господин там свобода ты не можешь быть рабом кого-то не можешь Павел говорит если бы я угождал людям то не был бы рабом человеческим а сегодня благослови благослови перед каждым кривляется священником перед епископом что ты меня званиями пугаешь что Бог будет судить не по званию написано строгий суд с начальствующих ну вы гляньте на события вот я сегодня грешный человек много в интернете сижу но специально посмотрел апокалипсис называется документальные фильмы 6 или 5 серий про войну как начиналась мировая война и как закончилась ну маленько посмотрите не судят вот допустим в Японии кажется 13 миллионов призвали резервисты там молодежь ну никого не судят а судят только руководство просто с начальствующего и даже немецкие солдаты показывают судят начальствующих Гейдрих там чем занимался вот так Гиммлер Геринг а сегодня этого не понимают судят только внизу стоящих а эти не подсудные попробуй сегодня прямо сказать я имею слово какое я хочу патриарху сказать что он не прав это меня сразу зажрут уже там сколько готовится исследует и прочее мы деяния апостолов должны знать очень хорошо вопрос о Духе Святом это коронный вопрос всякая хула простится даже Христа ты можешь ругать и проститься но хула на Духа не простится поэтому фактически получается самый строгий праздник это Троица сошествие Духа Святого День Троицын не Пасха не Крещение вот о чем я хотел сказать отошел Сергей благодарю вас Иди так продолжаем 9-10 стихи меня слышно хорошо? очень да да хорошо хорошо 9-10 стихи но как и некоторые ожесточились и не верили злословие путь Господень перед народом он оставив их отделил учеников и ежедневно проповедовал в училище некого тирана это продолжалось до двух лет так что все жители Асии слышали проповедь о Господе Иисусе как иудеи так и елены толкование путем называют Лука Христа о котором и говорится что Он есть путь или же путем называют истинную веру которую проповедовал Павел преподается наставление чтобы верующие Сына Божия удалялись от тех которые поносят Его так вот если разобраться призыв то ли к сектанству то ли к расколу то ли неизвестно еще к чему то есть отделяйтесь а у нас что там раскольники ну не согласны вы ну тут прямо тут тут конечно написано что некоторые ожесточились и не верили не верили не просто не верили они верили злословие путь Господня перед народом еще вот то он оставив их отделил учеников то есть сказал нам надо то есть они стали в другом месте собираться видно большая часть осталась от этих вот неверующих раз он отделил учеников у него невозможно отделить больше то что-то меньше мне кажется можно отделить там если допустим было их так человек 100 сколько можно отделить ну человек 30 наверное по моему мнению не так двое злословие а он отделил 98 и ушли нескольких двоих выгнали куда и все большая часть неверующих осталась а вот он меньшую часть отделил и они стали у некого тирана собираться и два года они там собирались дальше продолжалось и вот проповедь была и ну и все сегодня напоминает наше положение московской патриархии не хотим соединяться и что они нас судят а вы цитаты там какие царасики то есть не всякое объединение блага что объединяться с людьми которые не твоего духа бездуховно мало того что они еще злословят хватают раздающих евангелие и ведут в синагогу как ладно еще не в полицию ведет батюшка сначала конечно по разным можно смотреть может она как бы ревнует чтобы ересь не распространялась то есть на это еще можно списать там конечно сама-то без батюшки решили в мире развития евангелия евангелия и гимнализма по благословению патриарства сидел асинодальный перевод а вот они раздают уже настолько люди видать тяжелое положение сами ничего не делают и другим ничего не ну ее за это не осудишь она что научена то делает то делает ну понятно но как нас тоже вот ты овца не избери себе вместо пастыря это лютого волка сами должны рассуждать чтобы рассуждать нужно иметь основания какое-то основание какое-то научение а если человек ничему не научен вот как если как Игнать Тихонович батюшка благослови батюшка помолись батюшка все все сами это самое а основания нет никакого ни священного писания предания о святых отцах там если говорят то только вот они где-то есть там что-то говорили когда-то и все это и забыли как в специальном основании нет они спасаются молитвой какой, кто знает, какими-то там, может, делами, а рассуждения и основания здесь нет и не было. А тем более, где же это видно, чтобы вышел архиерей и сказал, а вы приняли Духа Святаго? Они сказали, мы не слышали о нем, мы крестились, нам крестили когда-то, а не наставили. Никакого начатка, даже наставления нет. О чем вы говорите? И потом они скажут, а кто нас должен наставить? Вы нас и должны наставить. Ну, к тебе наставить. Вы должны нас, как бы... Иди, продолжай. Вести. Я не понимаю, в чем дело здесь. Кричит. Ну, что не кричит, у меня температура, блин. Он лечит себе. Он лечит себе. Ну, вот. Вот такое дело. Сбило меня там немножко. Это самое. То есть, люди не наставлены. А делают они ревность, ревнуют по Боге. Ну, не по разному и не по научению. А то есть, то, что их научили священники, их пастыри. И так, что и женщину эту не осудишь, а даже можно похвалить эту жену. Ревностную. А, так сказать, здесь все должны священники обучать и наставлять во всех. И следить, чтобы люди были, получали Духа Святого. С чего и начал апостол Павел. А вы получили Духа. Вы знаете о Нем? Нет, не слышали даже. Вот мы крестились и научены, что вот нужно исполнять благочестие. Как говорил Иоанн Креститель. Вот мы слышали о Иоанне Крестителе. И вот он благочестиво учил жить иудеев. Вот в этом они наставлены. И примерно такая же ситуация и сейчас. Вот в каком-то благочестии наставлены, в псевдоблагочестии, и все. А чтобы возродиться, чтобы водиться Духом, чтобы от Духа, этого нет. Поэтому они выполняют то, что знают. Как-то так. Игнатий Тихонович, можно вас послушать? Дело вот какое. Отделил. Это означает, что занятия Павел проводил в чужом помещении. То есть в синагоге. Там были хозяева. От своего дома отделять не будешь. Если у меня дома занимается, и у тебя дома собирается, то никак ты не можешь отделять. Потому что тебе принадлежит. Ты можешь исключить его. Но вот они противоречили. Когда спрашивают об этом. Ну вот у нас приход или община? Прихода общин-то нет. И вот вдруг в последнее время, в прошлом году, патриарх заговорил об общинах. Ну как сообразовать общину? То он не знает. Он никакого рецепта не дает. А вы знаете? Да Дух Святой показывает как. У нас вот вышли открытым оком. У меня 33 книги. Ну 30 в бумажном варианте. В третьем томе. Открытым оком. И там говорится, как образовать общину. Такая тема большая называется. Пособие. По изучению Евангелия от Марка. И по нему ведите все. Сколько? Два человека. Если есть два. Уже хорошо. Третий придет, приглашайте. И когда мне спрашивают, ну а как делать? В первую очередь, в первую очередь, узнайте, кто желает. Выйдите на улицу и скажите. Но призовите батюшку. Батюшка, вот об этом и патриарх говорит. И понятно, мы все чужие разошлись. Надо быть вместе. А то кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Но перед этим два условия надо выполнить. Тогда ощущает. А как? Первая Иоанна, первая глава, седьмой стих. Если ходим во свете, как Он во свете, Христос во свете, то есть все делаем перед Богом, не скрываем во тьме. Запятая. И имеем общение друг с другом. Запятая. Кровь Иисуса Христа ощущает нас от всякого греха. Вот условие какое. Условие для причастия. Условие для уверования. Этого тоже не знают, не говорят. Общение, вот это и есть община. Общение. И вот я говорю, всегда, когда мне звонят и говорят, вот мы сейчас хотим заниматься по вашему третьему тому. Там разложено, что читать, какие вопросы задавать. Ну, пособие. Оно не мое личное. Там я где-то что-то брал по частям. Ну, выразил-то все вместе. Это моя работа. Но на самом деле это не все, что там я где-то учился, слышал. Зовите священника. Я не могу сказать процентное отношение какое, но 90, может, процентов священники не пойдут. Не пойдут. Не идут. А почему не идут? Если я буду говорить, скажут, а ты его судишь. Первое, что он невозрожденный, мертвый. И он думает, если будут знать, а как бы они от меня не отошли, тогда денег не будет, свечки покупать не будут. Я их знаю. Причина-то какая. Поэтому я говорю об общем, а не конкретно. Когда говоришь об общем, это не осуждение. Осуждение, когда я говорю, ты в аду будешь. Осуждать все нельзя. Называем место Писания, мы заботимся о благе. Это все пророки так говорили. Ну и что? Нужно, чтобы люди отделились. А батюшка не идет. Ну не идет, вы уже оповестили, оповестили все. А если он будет ходить? Как он будет вести? Если у себя в доме где-то, откажите ему, пусть не ходит. Скажите. Но пока ни одного случая такого не было. Он знает, что если по Библии, он сразу разоблачен будет. Он никакой. Потому что он будет противоречить. Он Матрону начнет подсовывать, еще что-то там. Ну совершенно нехорошо. Не по Писанию. Мы исследуем Священное Писание. Потому что Христос говорит, вы заблуждаетесь совсем. А почему? Запятая. Не знаю Писания, не силы Божьей. Евангелие от Матфея, 22 глава, 29 стих. Причина заблуждения, не знаешь Писания, не знаешь силы Божьей, что он может из камней ща-то в раму сделать. Ты начни только делать-то. А потом батюшка увидит, как люди меняются, и он может перемениться. А вы нет, нет, пройдет время, еще раз пригласите его. И вдруг священник стал ходить. У нас это было. Вон ходили. Ходили два священника. Один игумен. Я могу имена называть, но просто боязно, потому что вокруг меня, я их называю, кодла патриархийные, которые грызут со всех. Они сейчас этих людей найдут, и начнут на них жаловать все это бесноватые, дикие звери. Всех находят и долгят, поливают. Игнат Тихонович, звук пропал. Нету звука? Сережа, глянь. Ну что, есть звук? Подождите, мы пытаемся восстановить связь. От вас не зависит это. Ага. Сергей. Знаете, конечно, с нами? Да. Вы слышите? Да, сейчас слышу. Вот так, как они стали противоречить, это в их доме, в их синагоге было. Павел отделил, и нашли, вот мы в университете, пошли от училища тирана. Почему мы стали в другом месте? Потому что патриархийные они загрызают. Я теперь в училище тирана провожу, а иудеи мешали? Нет, а мне мешают. Пишут бумагу из епархии, приходят, чтобы меня выгнать с университета, как Андрея Кураева. Такой подлянки мне ни коммунисты, никто не делали, как патриархийные волки. И приходит проректор по учебной части Семкин Борис Васильевич и говорит, какая неприятность. Они принесли бумагу, чтобы мы вам отказали в аренде помещения. Почему? Им надо, мы дадим другое помещение. Вы все ходили. Корпус В410-я аудитория Алтайский государственный технический университет. 21 тысяча студентов. Они за мной гонялись везде. Я в школах веду занятия, они туда бегут, а у меня 13 школ. Они не успевают где. Везде за мной гонялись всегда. Я на телевидении, они меня с телевидением вышвырнут. Я веду три радиопрограммы. Они клепают и клепают к губернатору, к коммунистической партии, КПРФ обратили, чтобы меня выгнали. Вот в чем дело. Это люди намного хуже тех, которые опровергали Павла. Эти люди хуже. Он ушел, я веду занятия в своем доме, а не закрыть дом, снять с регистрации. Это бешеные волки. Лютые волки. Лютые волки. Только один раз говорится о священнослужителях. Почему? Берия в Сталинской патриархии. В этом надо принести покаяние, что Берии со Сталином ее образовали как структуру. А они теперь навязывают, всех себя затягивают. Положить этому безумию конец. Вот что надо понимать. Это не просто считать, Павел отделил, а что у тирана, в училище, ему никто не мешал. У меня это... Я даже этого решен. И что? А теперь он встал, говорит, они злостроили путь Господень. А какой путь? Путь один. Ясен, путь истины и жизни. Иван говорит, я на 46. Что-то звук плохой, да? Нет, все. То есть путь, что умер за нас Спаситель Христос. Я иду, ну, с православным. Я говорю, посмотрите, вот этот православный пришел в первый раз. Сейчас мы с ним будем говорить. Ходит на занятия. Скажите, он один день только побыл, вечер. Скажите, вот вам встретился неверующий. И говорит, я поверил, что Бог этот мир сотворил. Но как мне спастись? Вы что ему скажете? Ну как, в храм пойди. То есть он уже все, в храм. Ну а потом, ну исповедаться надо. Ну тут уже это понятно. Я крещеная бабушка сказала, что меня священник крестил. А как я не знаю. Он отвечает, ну чаще исповедуйся, чаще причащайся. Все закончилось. Он не может ничего сказать ему. Почему? Это прихожанин. Если с улицы, протестант любой скажет, любая бабка скажет. Она скажет, Христос умер за нас. Вот я обращаюсь в доме Иеремеева Михаила Александровича. Я у них получил Библию. И Анна Матвеевна, жена ей говорит, Господь меня коснулся. Я поняла, я грешница. Столько абортов сделала. Я такая грешница. Я к батюшке. Батюшка меня утешил. Он же любит. Он поцеловал меня. И сказал, ну что ты, ну ты милостой не даешь. Батюшка, я все продала, я все уже принесла. У меня ничего больше нет. Вот последнее платье. Даже стираю, говорит, опять надеваю. Ну ты, ну в монастырь съездил. Батюшка, да я ездила, ездила, там к знаменитому крестьянкину пошла. И он меня тоже обнял и говорит, ты хорошо, что много сейчас привезла в монастырь, похвалил меня. Ну я говорю, ну я грех-то сделал. Говорит, ну Бог-то прощает же. Ну как он прощает-то? Ну одно слово, скажи ей, что грех не бывает прощаемый. За него надо умереть. Возьмите за грех смех. Ни один не сказал. А сектанты подвернулись, сказали, а ты не беспокойся, Аннушка. Да за тебя Христос умер. Он эти все твои аборты взял на себя. Он умер за наш грех. Грех мира на нем. Агнец. И нет другого имени под небом-то. Почему ей никто не сказал? Она перешла в баптисты, потом в пистятники. А там уже я от них уверовал. То есть Библию получил. Уверование-то у меня какое было. Вот как эта позиция всех православных. Почти сто процентов. Кому бы ни подошел, к любому сектанту подойди, даже не спрашивай, он тебя начнет сразу терзать вопросами. А ты уверовал во Христа. А ты знаешь, что он умер за нас. А ты знаешь, что будет огонь, вечный суд. Ну это баптисты, это самые правильные сектанты. В смысле, среди сектантов. Вот он отделил Павел и показал путь Господень. Потому что там говорили, нет, Моисеям закон надо соблюдать. Да как это? Ягнят в жертву приносить. Он говорит, ягнята лишь указывали. Путь Господень это жертва Христа. Даром вы благодатью спасены. Вот это нужно в этих стихах увидеть. Увидеть. Возгореться и так делать. Где бы ты ни был, вот здесь, ну, в интернете, по скайпу, и видишь, человек не знает. Скажи несколько слов, что Христос умер за нас. Он умер и кровь свою пролил. Страданием на кресте меня он искупил. Он жизнь отдал тебе. А чем воздал ты мне? Сколько песнопений взойдем на алгогов и брата не поют. Это надо наизусть заучивать и петь. Чтобы взор сахарстания отвозить. Почему не отводить? 12.2 к евреям Павел говорит, взирайте на начальника, не на архиерея, не на патриархи. И совершите ли веру? Он ее совершил, веру готовую дал нам. И который претерпел позор, посрамление. Взирайте на начальника, совершителя веры. Православные этого не знают. Они по мощам, по разным крестным ходам, что угодно будут делать. И много делают, но только не то, что надо. Кто их запутал так? Вопрос-то прям, ну, сам напрашивается. Почему не отделили в училище тиранно? Мы стали собираться. Мне рассказывает один. Ну, вот, говорит, мы собираемся, но время-то такое, что иногда вечером служба там. Давайте отцу и встратию-то скажем-то. Ну, подошли, говорим, батюшка, ты приди к нам на занятия. Мы вот собираемся, нас уже в 8 человек собирается-то. Я вижу, у вас у нас иногда нету в церкви-то. Так мы батюшка Евангелие читаем-то. Он пришел, побыл. Скажи, батюшка, что нам лучше, в храм идти или заниматься Библией, как мы занимаемся? Священник посидел и говорит, не знаю. Не знает. А почему не сказать так? Да вы сходите в храме-то, отмолитесь, да придите, да и занимайтесь, ну, хоть вечером или как. Ну, два раза-то в неделю, это все равно на службу надо, в субботу вечером, на воскресенье, на литургию божественную. И батюшка говорит, не знаю. Вот так. А в который она не ходила одно время-то, а он говорит, батюшка сказал, тебя хоронить не будут, ты будешь на земле валяться, ты не похоронена будешь. А у нее сестра уже баптистная, она пришла и плачет, и говорит, ее-то Мария звать, а та кажется Анна, и говорит, батюшка сказал, меня не похоронен. Он врет, он брешет поп, похороним. И все. Одним словом, папа разоблачил. А что бы он сказал? Он сказал, правильно или неправильно, а можно к вам прийти? И ни один не попросился приглашить из приглашенных один из десяти может быть. И то походил, и все. Поэтому отделяйте их, отделяйте, начинайте вести занятия. И когда будут плоды, община будет создана, батюшка увидит, у него мощная группа, которую дело Божие будет вести, нести. Он не знает, он не рожденный свыше, он мертвый, он Духа Святого не имеет. А ты на это не смотри, молись о нем крепше, помогай ему и свидетельствуй. То крышу перекрыть, то еще что-то. Я имею опыт помогать священникам. Они такие тихие делаются. Я вот помогал своему настоятелю-то, ну и вокруг-то его эти, которые меня гонят-то. Ну а тут-то самую главную работу, я наверху крыши сижу, перекрываем-то. Ну за стол сели, он всем по стакану налил беленькой, московской. Ну я обошелся без этого. А другие говорят, ну батюшка, ну скажи, чем он Игнатий-то от нас отличается-то? Да ничем, он такой же, только водку не пьет. Ну мог бы он сказать другое-то, что он говорит о Христе и другое-то. Ну я за столом, я у него в гостях, я ни слова не говорю, я молча. Пошел к баптистам, услышал, помогать надо кто-то. Пришли они и тоже похвалили, тоже хороший. Ну вот такой ты хороший. Почему я молчал? Давыд говорит, но я заговорил, я мирный, но только заговорю, они к войне. И там и здесь. Это мой путь, я должен за него благодарить. Благодарю Бога моего за всех гонителей, поносителей, за весь волчатник и всякую кодлу патриотийную. Мне полезно это. Чем больше меня не дерут, тем я ближе к Господу буду. И поэтому училище тирана должно быть. Найди его, так они тирана изберут, а то тиранию ты установишь. Да в стране иконы, а не иконы. Ну учись маленько и юмору подпустить. Вот такая, брат, сложная обстановка, но в ней можно трудиться. А почему ты в патриархии тут, когда знаешь, что она такая, я знаю, что это церковь. А старообрядцы меня прям убивают. Да какая это церковь? Да не Каньянская, да там благодатная церковь. Я подтверждаю это, я знаю людей. Но там столько нанесено всего, что надо работать день и ночь, разгребать авгиевые конюшни. Вот такое дело. Отошел. Спасибо, Христос. Продолжаем. 11-12 стихи, 19 глава. Бог же творил немало чудес руками Павла, так что на больных возлагали платки и опоясания с тела его. И у них прекращались болезни, и злые духи выходили из них. Толкование. Не только в то время, когда Павел носил их, прикасались к ним, но и брали с собой и возлагали на недужных. Но обрати внимание на ожесточение иудеев. Они не трогались, видя, что одежда учеников Христовых производит чудеса, тогда как чудеса от платков и убрусов и от теней учеников больше тех чудес, которые сотворил Христос. что такое убрусов, слово непонятное для меня. Платы. Убрусов. Полотенца. Полотенца. Полотенца, да. Да, удивительно, что вот эти вот гонители-то, ожесточители иудеи-то, не очевидные чудеса были-то. И они знали, что это ученики Христа, знали, что люди исцеляются. Почему бы им не прикусить-то язык-то? Нет, вот дальше продолжали гнать и хулить. А вот как вот тоже часто задают вопросы вот в сектах и исцеления, и они говорят, ну как вот я пришел, меня Господь там коснулся и исцелил от стольких болезней. Как? Ну там же Дух Святой действует. Как? А вот и всегда замечают, а вот в православии нет такого. Да вы не знаете, что в православии там и не такое бывает. Это уже чудеса исцеления. Наша община, оно чудо сплошное. Сколько куда ни ткни, и человек уже приговоренный к смерти, можно сказать, исцеляется. Вот. То есть это одно из, на мой взгляд, один из путей приведения человека к Господу через болезни. Именно вот исцелился человек, понимает, чьей силы он исцелен. Другое дело, что вот вопрос, что он исцелился, и теперь он оттуда никак, ну как? Все, он истинно там получил, и дальше не хочет идти. Исцеление телесное он там получил, ну и считает, что и духовно тоже такое вот бывает. Никто может еще про вот это сказать. Если нет никаких, то идем дальше. Игнатий Тихонович хотел что-то. Да, давайте. Вот еще это платка. Что за платки? Он же мужчина. Почему никто не спрашивает? Что, не носовые платки? Вот, допустим, Иоанн Тобольский, в Тобольске. Священники здесь бизнес устроили. Они наливают маленькая масса с бутылёг и на его мощи ставят. А потом продают. Платки люди дают. Платки берут и тоже заряжают энергетикой от мощей. Теперь я перевожу все к себе. Ну а вы пошли бы туда? Не пошел никогда. А почему? Я не нуждаюсь в этом. Иоанн Затус говорит, мне чудеса не нужны, иудеи требуют чудес, а мы проповедуем Христа распятого. 1 Коринфянам, 1 глава, 18 стих. Вот так. Вот у нас иногда собор и батюшка идет, ну давайте я помажу. Еще чего. У меня Виктор Андреевич врач есть, надо, когда он помажет. Краевая больница работает. А почему так? Потому что я знаю, если я буду от одного избавляться мне на пользу, то другой будет тяжелее. И поэтому когда вещам приходим или помазание идет, то я лоб-то помажут, я с арбата тогда иду, глаз болит, в ухо маленько, у нас крест один распятие лежит на столе, молимся в трапезной. А я его беру и на глаза надавил, все на этом. А пошли бы вы, если поезд Богородицы слышал, не пошел. Ну зачем? Я ни разу еще не соборовался. Потому что собороваться надо правильно. В первую очередь призовет, не пойдет, а призовет. То есть это лежачий, парализованный. И помолятся над ним. Не о нем, а над ним. То есть он лежит и над ним склоняются. Это совершенно недвижимо. А у нас идут с работы, отпрашиваются, приходят, гляжу, как оладушки все батюшка мажет, и прижал и архиерей мажет. Соборование-то, ну посмотрите, как написано. Ну и здоровее эти люди стали, кто соборовался. Не знаю я, но только которые на глазах я вижу, как он был такой сонный, такой и остался. А то упрости у Бога, что у тебя огонь загорелся, огонек хоть какой-то. А то даже дыму никакого нет, как гнилой пень. Ну и вздрогни по этому-то. Чего просить надо у Бога? Чего? Чего у тебя не хватает? Вот в первый день после обращения вот я покаялся, я стал просить у Бога веру. У меня нет веры в Святую Библию. Первый раз я ее держу, чтобы все от Бога было. И Бог мне дал ее. Такую веру дал? Я вот рассказываю когда-то, так неужели такая вера бывает? У меня все исчезло. Сколько я знал, считал, в трех библиотеках записано, как будто бы вымело все из головы. Но я помолился, Господи, освободи мне этот шалабан-то от всего ненужного-то. И вот я работаю на стройке, приду, там знакомых нашел верующих-то, лягу на пол-то и считаю, там ребятишки по мне ползают, я никого не вижу. Вечером возвращаюсь домой, там у кого обратился, живу. Они спрашивают, ты хоть обедал сегодня? Обедал. Я даже забыл, что обеды есть. Вот такая жажда к Слову Божию необъяснимая. Вот в субботу, в субботу день свободный уже, не работать. Я ухожу в лес один, в лес, с собой Библия, и ночь наступает, я лезу на березу, как шимпанзе, вью гнездо из веток-то, обниму березу и там сплю. Утром встаю, проснул глаза, проснусь, солнышко восходит, туман стоит, и я с Библией на березе. Вот это все показать-то, это же боевик какой-то получится. Почему? Бог дал жажду, такую жажду. Ну, проси, тебе даст, Бог, кто сижал сегодня вовеки тоже. Ты что думаешь, он ко мне больше, лучше относится, чем к тебе. Ну, ты выпроси у Бога, Господи, дай мне веры в Святую Библию, что на суде Божьем по ней ты будешь судить, что в ней ответ на все вопросы, на все. Я 53 года ее изучаю, как будто еще и в руки не брал. Вот, и поэтому в училище тирана необходимо ходить, необходимо. Вы вспомните, как мы вели занятия в Алтайском государстве, в техническом, в институте культуры, там, аграрном, где только не было. И везде одно. Педагогически, а потом в печати люди пишут, зачем они пришли и как они к Богу обратились. Вся община это пришла через занятия. И поэтому даже наша архиерея говорит, я к вам приезжаю, когда как в подвешенном состоянии. Люди задают вопросы, которых нигде не задают, а, ну, спрашивают, спрашивают, такие вопросы, которые одна подходит и батюшку, а то архиерей приехал спрашивает, а вот у нас маму похоронили, так ее теперь отпевать-то надо или нет. Он говорит, православные всегда отпевают. Да мы ее отпели. Ну, а в чем дело? Так ее теперь раскопали из могилы, ходит. И он раскапывает их, вытаскивает из гроба и насилует, насилует. Трупы насилует. Ну, и поэтому в газетах объявили, если вы видите такой человека в глине вымазанный, чтобы поймать его. И она спрашивает, над нашей мамой это сделано было. Так теперь нам ее заново отпевать или нет? Ни в одном требнике нет этого. Что у нас делается сегодня-то? Мы живем в таком кошмарном мире, что удивительно, почему мир-то у нас еще продолжается, почему Бог нас не испепелил, что мы людям-то не говорим о Христе. А он кто? Он киргиз. Поймали его. Что-то опять с техникой неладно видно. Не слышно? Слышно. 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 Ладно. Я к тому говорю, что надо стараться, чтобы поприще Бог дал. Межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня. Салмопевец Давид говорит. Каждый день вымолять у Бога объект любви и вечером закончить. Какой чудный день был. Господи. Тут спроси, что ты во сне видишь? И мы молимся. Господи, если угодно воле Твоей святой, ты через сновидение в разуме меня. Я во сне вижу все время одно и то же. Я ищу место тирана. Я беседую с Евстигневым ректором университета. И у меня одновременно несколько занятий. Я с одного в другой. Во сне я как будто на его иду. Во сне я цитирую местоописания. Одно время как-то попалась аудитория на английском языке и я уже забыл все, но проповедовал на английском языке, на немецком. Это Бог так делает. Во сне. А вы хвалите, да у вас нет еще хвалиться, за сны никто не судит. Я говорю о том, что мы днем себя зарядим, это и ночью будет, одно желание будет. Как бы не проспать ночную молитву и как помолиться, давайте ревновать об этом. И мы православие сможем показать миру другим, каким оно должно быть. А оно сегодня никакого отношения не имеет к евангельскому учению. Отошел. Вот у меня вопрос. Здесь говорится о прекращались болезни, тут запятая, и злые духи выходили из них. Вот о выхождении злых духов может кто-нибудь пояснить и рассказать и видел кто это, как это происходит и поделиться может, кто-то может. Ну я могу рассказать. Пожалуйста. Вот про злых духов, что входит и выходит. Ну просто вот как человек, который я испытал, он во мне бес сидел долгое время, который меня мучил. Вот и в полусне я увидел у меня как душу вытащили из тела и поставили рядом с телом. Но все это происходило, то есть со мной рядом был человек очень верующий. Но я сам верующий очень тоже человек. Ну как бы такое не было никогда у меня. И вот пошла чернота из тела, черный прям вот цвет, вот черная копоть такая пошла прям. И в тот момент во окне видим какой-то вот ангел появился или кто. И вот этот бес начал из меня прям вот хулить прям Бога прям матом. Матерные слова пошли вот. Прям мат-перемат. Зачем ты пришел? Уйди там. А кто-то пришел, я не буду говорить, от Христа. Искал покинь это тело. То есть бес выйди из этого человека хватит его мучить. И после вот этого как бы события я увидел чернота из меня пошла, вылез бес и я его увидел как он выглядит этот бес серый такой. Какие-то у него крылья такие, он такой серый весь, блеклый, ужасный такой, ну противный такой. И вот еще в ногах сидел долгое время. Но когда он из меня вышел бес, я почувствовал в душе какое-то освобождение. То есть муки перестали меня мучить, вот то, что мучило. И на душе появился вот огонь, благодать святого духа как будто бы. То есть душа, она ожила, как бы сердце забилось и захотелось жить, дышать захотелось прям вот. Все вот прям, вот такое освобождение было. Вот когда вот во мне бес сидел. Вот так вот было со злыми духами. Вопросы задавайте. Час прошел. Примем вопросов. Пожалуйста. Вопросы есть? Вопросы есть? Тогда я вопрос ко всем. кто может, может ответить. Вы видели? Так, хотя бы по одному слову скажите, чтобы я увидел, как у вас там рамочка запрестит. Сейчас никого не видно. Александр Морясов, отключи микрофон. От тебя фонит. Я не включаю, у меня нету микрофона. Ну а как? Как не? Нет у тебя микрофона. Никак, выключить ты его не можешь. А там вот кнопочка такая на скайпе есть. Там вот сначала видео, потом микрофон, потом плюсик, потом красный кругляшок. Есть такие эти четыре кнопки на скайпе? Камера, второй микрофон, потом плюс, потом труб. Я отключил, отключил уже. Как ты отключил, если мы тебя слышим-то? Я включил, чтобы вам сказать. Ага. Ну что, Геннадий Тихонович, говорите. Ну, видишь, вот я опять буду говорить, и человек, если испытал это, он поймет. Говорим о изгнании беса. Конечно, вопрос очень серьезный и страшный. А какой опыт? У меня вот опыта никакого нету в этом вопросе. Вот и был такой Иванов, вот обливание которой, Порфирий, и он говорил, главное, не пущать болезнь в человека. Это намного легче. Вот я по Америке ездил много, ну, где бы ни ехал, везде какие-то спортивные снаряды, что-то они бегают, там прыгают. Почему? Слишком дорогое лекарство, слишком дорогое лечение. И вот нам нужно сейчас узнать веру евангельскую и сохранить ее. Мой вопрос состоит в том, кто имеет, по одному слову хотя бы скажите, изданный нами Новый Завет с толкованием Блаженного Фефилакта. Трехтомный. Трехтомный. Я имею. Я имею. У нас есть? Я имею. Я тоже имею. Хорошо, так. У кого нет? Я имею. У меня нет. У меня нет. Вот так. Значит, я хочу вопрос поставить, потому что в этом издании я вставку сделал там другим шрифтом, отчеркнутое, не толкование, комментарии, комментарии на слова, касающиеся проповеди и Святой Библии. Блаженного Фефилакта. Толкование. Я даю 297 комментариев. 297. Ну, а уже 900 лет как это написано назад? Вячеслав, микрофончик выключен. Так, выключился или еще? Да нет, от Вячеслава какие-то звуки там. Так, я вот хочу сказать, почему, как вы думаете, почему никто не дал комментарии? Вы слышите, комментарии нужны? Да, конечно, они приближают к сегодняшней будью. Спрашивается, за 900 лет, почему никто комментарии не дал? Как вам видится? Я думаю, что не дали, потому что пошли не в ту сторону. И благовестие оказалось не на первом месте. На первом месте совсем другие ценности и цели. Это аскеза, аскеза, монашество, борьба со страстями и так далее, и так далее. Богослужение, в общем, удалиться, замкнуться и бороться со своими страдьями. Постоянное покаяние, 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 покаяние. Безвыходное такое положение оказалось это православие. В общем, я считаю, что просто заблудились, а вы выход указали, как выйти из этого состояния. И как вы попутно вопрос, хорошо, понял. Апостол Павел борется с страстями, когда обратился, или он об этом ничего не говорит о себе конкретно? Иоанн Богослов, Петр, когда обратился, где-нибудь они говорят, вот так, как говорят постынники, что всю жизнь боролся, боролся со страстями, с прилогами, там они разбирают по частям, по этажам. Они кто-то говорят об этом? Или Яков, или Иуда? В 14-ти посланиях Павел говорит об этом? Они говорят о другом, они говорят о свободе, которую получили от встречи со Христом и от обращения. Вот эта свобода, которую они получили, она как раз и отсекают здесь без страсти. Да. Я попрошу некоторых, кто любит Слово Божие, себе запишите для размышления. 1 Иоанна, 3, 9. Запишите, потом в следующий раз уже встретить. Раз вопросов нет, я вам задам. И второе место, 1 Иоанна, 5,18. Считаем, 3,9. Кто-нибудь, прочитайте. Всякий, рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожденный от Бога. То есть, все страсти и прочая борьба только потому, что эти люди не рожденные от Бога. Рожденный от Бога, смотрите, какой он. Он освобождается, рождается другой человек. И того прежнего нету. Где-то сатана подходит, он теперь за мысли свои, где-то там кается. Но он, написано, не может грешить. Не может. Я говорю с мященником, с митрополитом, и он говорит, ну как же так, даже мы грешные Иисуса молитву считаем тысячи раз за день, каждый день, и Господи, помилуй 40 раз. Я говорю, написано, не может грешить. И причина какая? Потому что он рожденный от Бога. Кто не рожден от Бога, не получил рождение свыше, он не увидит царствие Божие. Он даже мытарство не проходит, в ад летит. И 5.18 читай. 5.18 чего? 1. Иоанна. Иоанна. Мы знаем, что всякий рожденный от Бога не грешит, но рожденный от Бога хранит себя и лукаво не прикасается к нему. Вот это да. Вот это бы достичь такого уровня. А Янта говорит, это норма, норма. Православие этого не было ни над ним человеком за 2000 лет, нигде и никогда. Никогда. Почему? Нерожденный свыше, и поэтому они это не знают. Он не может хранить себя. Вот я когда-то выпускал на не на кассетах, на катушках. А темы к свету у меня 5 катушек было. То есть где, кто, что божественно говорил. И там есть такое ревнители, кажется, или просветители. Вот как. Вам рассказать маленький рассказик этот? Да. В одном селе молодой батюшка, у него матушка есть, и он решил людей собирать отдельно. Священник не пошел, а там у них был Ферапонт, настоятель-то, но и он их душил, и он, и матушка такая же, они по домам пошли, а люди выйдут, когда прихожане-то, ну, в церковной ограде-то, покурят, и пошли домой. Тут еще-то рассказали. Ну, и он на него нажалился архиерея, архиерея-то что, власти имеет? Он его, кажется, на месяц или на два месяца отослал в монастырь. Ну, матушка погоревала. Ну, что сделаешь? Он монастырь, монастыря. За то, что он собирал людей-то, это естественно, я в это верю. И вот он там теперь начал проповедовать, а он проповедник такой сильный, ревностный-то, как монахи потянулись, которые по болезни не ходили, все притащились, все. Да к нему на исповедь, а тамошний-то священник-то его не стал давить-то, и говорит, ну, исповедуй, я, говорит, устал с ними, говорит, одни и те же грехи. А они, говорит, как вначале меня чернотой своей заливать-то. Да мы света Божьего не видим, да он им дал такой свет, что монахи с друг с другом заговорили и такие лица просветлили. И вот однажды один генерал в той местности был, с архиереем встречаются старые друзья, архиереи жалуются, народ, говорит, в церковь не ходит, и такой, ну, неверующий народ-то. Да и в монастыре, говорит, что у меня делается? Как Игнатия Бричининов, в 1275 монастырей было, и только в 4-х едва-едва теплилась жизнь. Монастыри кончились. А они сегодня разыграют эту комедию здесь с монастырями. Актеры остались. И вот архиерей это все уже тогда видел и говорит, ну, это перед самой революцией-то. А генерал ему говорит, не скажи, владыка, я вот был в монастыре, ты знаешь, говорит, я такого даже в себе не ожидал, я прослезился. Я, говорит, вышел, как сам не свой. А чего? О, владыка, там какого-то монаха прислали. Почему-то он так и не в монашеской одежде был одетый-то. Как он говорил, пробрал до печенок меня. И за все, за все везде он смотрит на меня, говорит, и про меня рассказывает все. Владыка, да как же он не монах-то там у них мог-то? Не знаю, владыка. Я все еще не могу опомниться. Я уже таким не буду. Я по-другому сейчас все буду там у себя генерал-то делать-то. Ну, владыка-то хороший. Он взял с собой одного служку, переоделся и в этом, ну, как закрывает лесо-то там, у них есть такое. Он поехал туда в монастырь и стал там в потемочках стоять-то. Ну, и тот, как начал, говорит, владыку-то пробрало до костей. До разделения души и духа. Владыка рыдает, стоит, но ничего не сказал, узнал, откуда, и решил поехать туда к нему. Приехал туда. Ну, а матушка там одна, но он решил зайти к старости. Зашел к старости-то, а у старости портрет его висит, владыкин-то. Видно, что патриотический такой портрет Путина рядом, архиерей, а патриархийный. И он поговорил об этом, о старости, говорит, что и такого батюшку. Как-то владыка-то не разобрался, может быть, я не сужу его. Владыка-то у нас хороший. Ну, как же такое-то? Вот, ферапонт-то, я вам скажу, только никому не говорите, а ферапонт-то нажалился на него. Это ферапонт. Владыка-то все рассказывает, а староста говорит, еще-то у него засомневался, что это монах-то. И когда-то поблагодарил, есть не стал, он приглашал его, вышел и пошел в матушке, это, старостасти говорит, слушай-ка, матушка моя, мне сдается, я где-то этого человека видел. А где видел-то? Он портрет-то у него висит. И он, когда зашел обратно, так и взахался. Вот это я на тварию. Да что же я говорил-то, матушка, что я ему рассказывал-то? Пропали мы теперь. Владыка, да он, ой-ой-ой, он строгий такой, нашего-то батюшку как отослал-то куда. Ну и проходит маленько времени, он тот-то отбыл эпитемию свою, священник-то возвращает. А матушка такая же, как он. А та по домам стала ходить и собирать женщины и слово Божие изучать. Ну, сектант-то, короче говоря, стали. Боже никак. И вдруг от архиерея приходит пакет, пакет на этого священника-то. Он не раскрывать не стал. Там матушка, открой сама, что-то руки аж дрожат, говорит, что он там архиерея-то? Ну, надо подчиняться. Значит, выезжать куда-то надо, собирайся, матушка, на другой приход. Открывает, а там у него только милавка или что, там награда. А это Ферапонта-то он от осал самый захудалый какой-то приход-то. Вот как дело-то обернулось. Вот этот рассказ я насчитывал и хорошо его помню. Так что надо работать. И владыка разберется рано или поздно. А не разберется, так ты же не ради владыки-то делал-то. Ты же ради Бога делал-то. Надо просвещать народ. А зачем вы в патриархию людей всех направляете? Потому что считай, патриархия благодатная. Но тут надо работать. Работает, затущив рукава. Начинает сверху донизу. А они вас сожрут. Ну, может быть, и не сожрут. Может быть, косточки останутся для мощей. Ну, вот вопрос такой. Инать Ханчев, Сергей, можно? Можно. 1 Коринфянам 9.27. Там говорится апостол Павел не смиряя, прообращая тело мое. То есть, все-таки надо и поститься, и работать на собой. Понятно. Я хочу о благовестии еще сказать. Что, например, почему рожденный свыше не может грешить? Ну, там Даша говорится 1 Иоанна 5.8, что если он хранит себя от лукавого. Это одна из причин. Вот. А когда ты благовествуешь, например, проповедь несешь в мир, Дух Святой тебя наполняет, а где Дух Святой действует? Вот эти стихи, которые открыли 1 Иоанна 3.9 и 5.18, это табу на 2000 лет православие. Прикасаться нельзя. Ну, Лютер правильно сделал, если по его рассуждать-то. Там написано «Вера без дел мертва». И он послание Якова посчитал это подложное и выбросил его. В Библии нету матери. Выбросил и все. Но мы-то так не можем делать. Это действительно каноническая книга. И тут написано. Ну, а как убрать это? 40 Господи помилуй не может быть. Не больше двух раз. Три раза это уже перебор. Библия об этом говорит. Вот мы молимся, у меня лесовка, но я перечисляю разных святых. А Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй нас. Один раз. Второй раз. Господи Иисусе Христе Сыне Божий помилуй меня грешного. Все. Дальше я уже возгласом, что ты Бога знаешь, что Бог тебя возвел на вторую ступень благодарственную, что ты пытаешься дотянуться до третьей ангельской ступени славы Отцу и Сыну и Святому Духу. Я тут... Ну, кто-нибудь откройте Исаию 24, 16. Ну-ка, кто откроет, прочитайте. Книга пророка Исаии, 24, от края земли мы слышим песнь Слава праведному И сказал я Беда мне, беда мне, увы мне, злодеи злодействуют и злодействуют злодей злодейский. Ну, давай, проповедуй на танцы. Ну, говорится, я думаю, о том, что, как бы, вроде как все славят Господа, а на деле получается, что не Господа славят, а, может, отбиваются, не то делают. Да, ненамножко. Или как? злодеи говорится, что день и ночь поют славу отцу и сыну, а самое злодействие в храмах. И вот он это увидел. Беда мне, беда мне, ему Бог открыл. Слава там, что-то там голос слышат праведному. Хорошая песня, от края земли слышим. Увы мне, злодеи злодействуют и злодеи истуют, злодеи злодейский. А где это в храме? Господь никого только торгашей и гнал. И они его распяли. И мы должны это помнить. И молиться, поддержать священство молитвой искренней. И не бояться их священников, а где нужно подойти и сказать, батюшка, вот здесь можно было бы объявить-то, чтобы собрались, да давайте соберемся, ну тут негде, ну ко мне на дом придем. И берите наш третий том. И по нему Евангелем от Марка изучайте. Там все говорит, какие вопросы восставить. И тогда вот это злодей это злодействует их просто не будет. А останется только первая часть. Игнат Тихонович, можно мне на еврейском сказать, как это звучит? Сергея спрашиваю, я не начальник. От края земли слышали пение слава праведнику. Но я сказал, чахну я, чахну я, горе мне. Изменники изменяют и изменнически поступают изменники. Вместо злодеев везде изменники. Изменники изменяют и изменнически поступают изменники. Это вот на еврейском языке. Сергей, я скажу так, когда царь отрекался, он говорит, кругом измена, труся себе обман. Он конкретизирует. А переводчики здесь взяли злодей и не говорит, какое злодейство. То есть все, не только это. Здесь более общее. Вот допустим, Расул Гамзатов пишет стихотворение и говорит, мне кажется порою, что солдаты с кровавых невернувшихся полей не в землю нашу полегли когда-то, но превратились в белых журавлей. Поется. Ему подсказали, он написал, мне кажется порою, что джигиты с кровавых говорят, нет, джигитов у нас мало на Кавказе. Нужно поставить солдаты. Солдаты, джигиты тоже солдаты и до всех. И он послушался. Так что здесь злодеи. Это более широко захватывает. Ну, злодеи, они изменники едут. Они изменили, отошли. Ну, наяврите изменники. Ну, изменники, это просто одно злодеяние вывезти. А здесь он взял обобщайках. Кругом измена, трусость и обман. Вот они изменники. Изменили Слово Божие, изменили каноны. Все поправили. Все абсолютно, что можно было. И испортили. Мой виноградник, Господь говорит, испортили. Я вот разговаривал тут с одним, ну, он тоже священник. Я говорю, а почему вы не считаете пророка Малахию? Там написано, вы благословляете, я проклинаю ваши благословения. А зачем? Народ и так испорченный, слабенький. Я ему говорю, придите ко мне все труждающиеся. Так и я говорю. Не нанялось слова, нельзя выбрасывать. Ты ему говори это, и говори это. Нет, то нельзя вроде бы. Как же нельзя-то? А почему? Потому что благослови, благослови, батюшка. Широкие рукава, шире подала цыганке. Нет. Так, Вопросы? Нет вопросов. Тогда даже давай дальше по тексту. Так, да, тогда дальше по тексту. Тринадцатый стих девятнадцатой главы. Даже некоторые из китайскихся иудейских заклинателей стали употреблять над имеющими злых духов имя Господа Иисуса, говорят, заклинаем вас Иисусом, которого Павел проповедует. Толкование. Веровать не хотели, а желали изгонять демонов именем Иисусом, потому что слова эти явно явно изобличают, что заклинатели эти заклинали нечистых духов именем Господа нашего Иисуса Христа не как верующего Иисуса, но как испытывающий Его. Поэтому спустя немного и поплатили за свое безрассудство. Ну и дальше продолжаем, чтобы понятно было, о чем есть. 14-17 стихи. Это делали какие-то семь сынов иудейского первосвященника Скевы. Но злой дух сказал в ответ, Иисуса знаю, и Павел неизвестен, а вы кто? И бросился на них человек, в котором был злой дух, и одолев их, взял над ними такую силу, что они, ноги и избитые выбежали из того дома. Это сделалось известно всем живущим в Эфесе иудеям и эллином. И напал страх на всех их. И величайно было имя Господа Иисуса. Хотя они делали это скрытно, но бессилие их обнаруживается. Достойно удивления то обстоятельство, как этот дух не содействовал обольщению этих заклинателей, но изобличил их и обнаружил их обман. Мне кажется, что он был сильно раздражен, подобно тому, как кто-нибудь притесняемый в крайней опасности таким-нибудь жалким и ничтожным существом хочет излить на это существо весь свой гнев. Пожалуйста, у кого еще по этому поводу? Опять вернулись вот к этим. Вот люди изгоняли беса сами неверного Христа. То есть испытывали как испытывали выделить и выделить ну как бы все я вот например тоже пытался как-то изгонять бесов, но потом уже сейчас понимаю, насколько это ерунда с моей стороны была, потому что те же самые бесы, которых я изгонял, надо мной такую злую шутку сыграли, что там целый отряд бесов меня атаковал. В итоге я перепутался, запутался еще больше, чем был. Одно к священнику только есть у людей, у которых есть у них такая возможность, они это делают. Благословение, правда. А так простым людям правда, очень тяжело, своими силами имеется видеть. Сергей, можно сказать? Да, конечно. Написано в стихе Писания «А без веры угодить Богу невозможно». Вот отсюда все и пошло. То есть виние это не было у этих людей. Ну, что характерно, то есть получается сам злой дух напал, получается, как бы сам себя обнаружил обман у этих заклинателей. Казалось бы, ну, он злой двух, те заклинатели, они как бы свои, то есть своих, получается, гонят. То есть он их изобличил, как-то так вот интересно получилось. Еще я вспоминаю местописание, когда Христон говорит, ну, неужели, чтобы расхитить дом сильного, нужно сначала связать сильного сатану-то. И как сатана сам сатану разве сгоняет, когда его-то обвиняли в этом, что он делает это сильный князь Бесовского. А тут получается, что бес бесу, гонит. тут бес, который в этом человеке песноватом-то, он этих заклинателей так погнал, что они с головы бежали, написано, и избил их этот человек. Знаешь, интересно, станем врага паника, что ли, если рассматривать брань святых духом злобы поднебесной, то станем духом злобы поднебесной, такая паника, что они друг друга калашматят получается. А все из-за чего? А то, что вот обманы хотели, может быть, они хотели зарабатывать как-то на этом, наверное, я так понимаю. Мне вот вчера буквально сказали, что Кашпировский в Барнауле уже 4 дня, я знать не знаю, и он сказал, что баранина самое чистое мясо, и вот мне человек звонит, я тут потеряю, в кем мне баранину привезли, я тоже там полбарана себе взял, полбарана и тоже пошла как бы мауа. И вот Кашпировский и вот прокладываю, что баранина самое чистое мясо, все, надо только баранину есть. Можно по поводу животных сейчас, по поводу мясоведения вопрос задать? Можно, конечно. Вот, мне просто интересно, по идее я столько слышал фраз, вот тоже пока у меня под вопросом, что Бог это любовь. Вот не сектантский вариант, ну как, Бог это любовь. Вот к Игнатию Тихоновичу хочу обратиться, вот Игнатию Тихоновичу как вы думаете, вот имеет место быть такое выражение, что Бог это любовь? Ну как, Христос – любовь? Или нельзя так думать? Почему думать-то? Так написано? А вот, если так написано, то тогда мы все должны понять, ну как бы, я так, я так понимаю, не все, но как бы я вот думаю, что я для себя как бы должен понять, что если я стремлюсь к любви, то есть к Богу, то я должен стремиться осознанно, ну как, я понял, и я начал шаги какие-то делать к Богу, то есть к любви. То есть не убей, в моем понимании, вкладывается, не ешь мясо, причем на животное убито было, ну если это не было необходимости, его просто вот на прилавках висят, ну как кругом, много-много продуктов, когда можно, в принципе, сейчас, ну как бы поститься и больше себя приближать духом к Богу, если, ну как бы, я имею в виду городского обычного человека, вот как я вот, который живет в городе, вот, и не есть там мясо, там, потому что это пролитая кровь, это такие же страдания, потому что у животных и нервная система такая, как у человека практически. Я имею в виду не то, что прям жалеть и становиться там вегетарианцем прям таким, но как бы стремиться к Богу, то есть к любви, к состраданию. Вот я вот к этому вопросу хотел так вот здесь сказать. Потому что Бог есть любовь, это мы видим 1 Иоанна 4 глава 8 стих. Прямо говорит, кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Но не написано, что любовь есть Бог. Это не так. А теперь относительно мяса и животных. Я мяса вообще не употребляю никакого, и ни птичьего, и ни почему-то другому, а потому что это дорого. И у меня сильный организм, и я вполне обхожусь без этого. А не то, что там нервная система, и прочее. Нам не дано об этом думать. Бог так установил со дня согрешения. После потопа люди употребляют животного происхождения. Ну, указано, какие, чтобы были копыта раздвоенные, жвачка. Для ветхого человека, для нового нет ничего. Всякое творение, Божие хорошо, ничто не предусудительно. Если принимается Словом Божьим, молитва ощущается с благодарением. Любое. Ты, допустим, встретишь китайца, а он там лягушек, как француз, ест, или змею. Ну, если ему это нравится, освещается, я не могу это есть. Смотри, даже мне, как бы не вырвало. Вот. Но нынче нет запрета ни на какую пищу. Но так как... Видите, какие-то продукты нужно кушать, если хочется есть. Мясо поискал. То есть, не поймали. Ушли, да? Не слышно? Выключились? В чем? Ну, вот видишь как. Я вопрос, а правильно не понял или неправильно, что там это... Видишь, надо как-то влиять. Никому это не влияет. На святость. Никак. Просто я экономно живу и все. Вот так. Это хорошо, что снимаете. Тут вообще не работает. Надо готовиться все время, чтобы кто-то был дома. Запись эту. А? Так. Ну, вот от этого я... Вам слышно? Нет, там не слышно было. Последнее. Ну, последнее. То есть, с потопа, после потопа человек употребляет пищу животного происхождения. Это определенно и четко. А до этого, так, под сомнением. А тут уже определенно. Вот я не ем только потому, что это дорого. И постепенно привык, мне оно и не нужно. То есть, организм очень сильный. Есть такой журнал, здоровье мира называется. Он ЮНЕСКО. Он выпускает ее. Хороший журнал. И там разграфлено, как вот и журнал Огонек Большой, считается, что если человек не будет есть животного происхождения, у него белков не хватать и прочее. На другой стороне, в действительности есть целая народность и нации, которые вообще не употребляют ничего животного. Не вегетарианцы, а просто так у них принято. А сколько еще вегетарианцев? Вегетарианцы-то овощи едят. Больше ничего нет. Это монахи буддийские и прочее. И мясо не едят. И наши православные монахи, хотя рыба разрешается. Поэтому святости от этого никакой нет. Но воздержание полезно. Не для святости, а для тела. Потому что человек мясное ест, у него и организм начинает работать. Как бы прихоти разные ищет. Вот я свое мнение высказываю здесь. Можно я скажу? Можно. Мы пошли тут в поход с ребятишками. Со мной пошли еще два парня десантников. В десанте служили. Ну, в рюкзаке все-все у нас вооруженные такие полные. У ребятишек такие нетяжелые. В горы ходили. Идем. Но ребятишки, они-то им легче все нести. Так вот, прошли довольно длительную и в горы. А я еще позвоночник сломанный. Это хромой еще. И с таким же тяжелым весом. И смотрю, мои десантники упали. Я говорю, вы что упали? Пошли дальше. Они говорят, ты чем питаешься? Я говорю, ничем не питаюсь. Нормально, как вы пошли дальше. Вот они выдохлись, а я хоть бы что? Вынослие просто становишься. Да, это понятно. Тут вопрос-то еще. Сторона вопроса-то такая, что человек, который не ест мясо, он начинает превозноситься над тем, который мясо ест. И осуждает его в нелюбви. Раз он ест мясо, да он убийца. И что с ним вообще разговаривать? А я вот такой сам был, с крылышками, выносливый такой и все. Да нет, нет, а как раз не в этом вопрос. А в том, что в зависти тех, кто едят мясо. Ну вот у меня так. Потому что ты вроде бы хочешь и открыто, как ребенок, как вот Христос говорил, будьте как дети. И вот как ребенок в любом возрасте, если двое души разновидится, будь с Богом. И боится его потерять, потому что вот как вот прикосновение Святого Духа, и ты как бы знаешь, что это есть. И боишься потерять, потому что это связь. И каждый раз тебе Бог, как бы уча тебя, говорит, как бы тебе вот каждого человека. А где Бог учил, не есть мясо. Он наоборот, кто ест, не осуждает того, кто не ест. И кто не ест, не осуждает того, кто ест. Вот чему учит нас Священного Христоса. Время кончено, на молитву зависит. Да, да. Молимся. Достойно есть. Достойно есть. Достойно есть. Сергей, достойно есть. Достойно есть. Боже, славнейшую Божественную. Божественную и пренепорочную. И Матью Бога нашего. И славнейшую, и славнейшую, без сомнения, терапию. Безыскния Бога словарушую. Сущую Божественную. вы отвечаете. Назь тихо, помолитесь. Господи Божий, Отец наш Небесный, мы просим Тебя во имя Спасителя нашего Иисуса Христа услыши нашу молитву. Пробуди русский народ, даруй добрых пастыров, партиереев, и патриарху, и епископам, и священникам, и пастве, даруй духовное рождение свыше и водительство Духом Святым и приготовь эту землю к великим страшным испытаниям за отступничество от тебя. Научи нас с благодарностью принимать все, что ты посылаешь. Не настаивай на своем. Жалься над нами, как многое мы уже упустили. Побуди народ твой быть благовестниками. И те, кто еще не знает, что такое церковь, откроем эту истину. Всякие соблазны удали. Тебе добудет слава, хвала, честь и поклонение. Отец, Сын и Святой Дух. Аминь. Прошу Христос. Слава Христос. Отмечай нас. Давай, включай.